Итак, в эфире футбол Лиги Чемпионов. Спартак-Монако. Прямая трансляция из Москвы. В группе А, где выступают эти клубы, к сегодняшнему дню полуфиналисты, которые продолжат борьбу за кубок, практически уже определились. Это Монако и Барселона, набравшие по 6 очков. У Спартака и Галтасарая по 2 очка. В лучшем случае кто-то из них может тоже в оставшихся встречах набрать 6 очков. Но Монако и Барселона забили по 9 мячей и попустили по 3. То есть у них плюс 6. У Галтасарая минус 5 мячей, у Спартака минус 7. Так что шансы Спартака на выход в полуфинал чисто теоретические. Но футбол это не только очки, мячи. Спартак, я думаю, сегодня сделает все, чтобы порадовать хорошей игрой многочисленных поклонников. По крайней мере, спартаковцы уверен, будут стараться сегодня доказать, что команда не случайна среди сильнейших клубов Европы. Ну и деньги команде нужны. Напомню, за каждое очко команда получает по 460 тысяч царских врагов. Вы посмотрите составы, посмотрите повнимательнее. А я потом еще раз повторю эти составы с комментариями, с какими-то оценками. В общем, составы боевые, составы сильнее. У Спартака сегодня тот же состав, что и в последнем матче чемпионата России, когда Спартак играл с текстильщиком из Камыша. Практически все сильнейшие игроки и в составе Монако. Монако борется за то, чтобы занять первое место. И напомню, что сегодня Барселона играет у себя с Балатасараем, а в последнем туре, когда Спартак будет играть с Балатасараем в Стамбуле, Монако и Барселона будут играть на Минте-Карло. И я думаю, что этот матч и определит победителя группы А. Ну, обычная торжественная церемония, которая проходит перед началом матча Лиги Чемпионов. Все так торжественно, но все всегда, везде, на всех стадионах одинаково. Ритуал одинаковым высчитан и по минутам. И телевизионная трансляция, все высчитано по минутам. В церемонии открытия, когда первый удар, вам показывают состав судейской бригады. Я назову эту бригаду. Они из Италии. Пьер Чекарини, главный арбитр. Донатто Николетти. И Перранжело Манжерини, судьи на линии. Ну, вот в центре поля судейская бригада, команды. Вот такой в бледно-голубой форме с такими красно-белыми полосками футболисты. Монако, Спартак в бело-красной форме. И флаг видит чемпиона в центре поля. В гимн лиге чемпиона. Сегодня в Москве 2-3 градуса тепла. Ну, ветер небольшой есть. Поле очень хорошим для этого времени года состоянием. Я по разминке посмотрел, как мяч катится, как футболисты. С удовольствием тренировались, разминались. 1025, ну, может быть, 30 зрителей сегодня на трибунах. Не очень много. Наверное, хотелось бы, чтобы он переполнил стадион. Но так уж нас всех воспитывали. Что вот если нет какого-то возможности победить и держать крупную победу, то вроде как бы и матч не представляет большого интереса. Совсем это неправильно. Потому что сегодня матч будет очень интересный. Потому что футбол сегодня будет классным, высококлассным. Итак, орбитрит я вам представил. А теперь еще раз составы команд. Монако, Монте-Карло, представляющая Францию. Капитан команды Жан-Люк Этори, братарь. Патрик Блондо, номер 2. Эммануэль Пяти, третий номер. Лилиан Тюрам, номер 4. Франк Дюма, пятый номер. Флот Тюэль, номер 6. Юрген Клинсман, седьмой номер. Юрий Джаркаев, номер 8. Лоран Тевио, номер 9. Винцент Шифо, номер 10. Жиль Гриманди, одиннадцатый номер. Главный тренер команды Арсен Бенгер. Спартак, Гинтера Стаучи, номер 1. Вратарь. Рамис Мамедов, номер 2. Владислав Тернавский, номер 3. Илья Цимбаларь, номер 4. Сергей Родионов, пятый номер. Юрий Никифоров, номер 6. Виктор Анопко, капитан команды, седьмой номер. Валерий Карпин, номер 8. Андрей Пятинский, девятый номер. Игорь Ледяхов, номер 10. Владимир Бесчастных, одиннадцатый номер. Олег Романцев, главный тренер столичной команды. Спартак. Итак, свисток дан, секундомеры запущены. Игра началась. Еще раз включаю внимание, Морода Спартака справа. Ну и сразу скажу, что в резерве у Монакка Патрик Валерий, Амара Симба, Кристиан Пеец, Кристофер Авре и вратарь. И вратарь Стефан Паратов. У Спартака в резерве Дмитрий Холестов, Андрей Тихонов, Андрей Иванов, Николай Писарев, это Александр Томазун. Смотрим, как развиваются события на поле. Спартак, конечно же, сегодня будет атаковать. Ну и Монакка. Команда, которая, в общем-то, имеет такой по-настоящему кубковый характер. И команда, которая, по мнению агентства Франс Пресс, Франс Пресс, прекрасно играет в Лиге Чемпионов. И не очень удачно играет в чемпионате страны. Команда сейчас делит 9-е и 10-е места. Но, потеряв шансы на победу, в чемпионате все внимание. Монакка деляет вот этой Лиге Чемпионов, игре среди чемпионов. И здесь Монакка действует совсем по-другому. Конечно же, Монакка тоже будет атаковать и много атаковать. Вот поэтому и футбол будет наверняка интересным. Ну и еще наличие в составах команд большого количества звезд тоже обещает нам интересный футбол. Ну, совсем недавно мы видели фрагменты матча сборной Германии и Италии. Там прекрасно играл Клинсман, забивший два мяча. Энца Шифа, игрок сборной команды Бельгии. Ну, Жан-Люк Этери, вратарь, которому 35 лет, который играл за сборную Франции, мы прекрасно знаем. И провел более 500 матчей за Монакка в чемпионатах Франции. И Юрий Джаркаев, игрок, игрок за молодежную сборную. И много-много других интересных игроков, которые сегодня, я уверен, просто никаких сомнений нет, покажут сегодня очень хороший футбол. Вот смотрите, сейчас Никифоров управляет мяч направо. Спартаковцы с первых минут стараются действовать широко. Крайние защитники, полузащитники расположились вдоль боковых линий. И Спартак атакует. Валерий Карпин доходит до штрафной площадки. Длинные передачи в штрафной. И... Мяч не попал в ворота. А жаль. Ну, атака была хорошей, длинной. Игорь Ледяхов выходил на ударную позицию. Мяч скользнул. В голове нашего полузащитника ворота не пошел. Капитан Монако Жан-Люк Этари вводит мяч с угла площади ворота. В центре много игроков. Борьба за середину с первых минут наверняка будет вестись. Потому что здесь начинается, как правило, большинство атак, большинство комбинаций. Джаркаев и Юрий обыгрывают двух спартаковцев. И здесь его сбивают снова. Юрий Джаркаев прекрасный футболист. Сейчас один из лучших снайперов чемпионата Франции. Идет с идеи лидеров. Футболист, у которого очень интересное происхождение. Ну, наверное, многие помнят, что его отец играл за сборную Франции в 60-х годах. Ну, сейчас посмотрим, как выполнится штрафной шипер. И Юрий прекрасно знает несколько языков, в том числе русский. Отец у него из Калмыкии, мать армянка. Так что, видите, он наш человек. И играет хорошо, и играет очень хорошо. Теперь Спарта ходит в ночь в игрок. Тернавский. Владислав Тернавский, который прекрасно, ну, скажем, хорошо провел бы матч из Баруслона. Играл в центре, больше играл против Ромарио. Сегодня он, я думаю, что больше бы играть на месте левого защитника. Ну, посмотрим. Анопка. Цимбаларь. Жестковато был, по сути, не мере, Цимбаларь с мячом. Пятинский. Так, на коротке спартаковцы передавали несколькими судорожными движениями мяч друг к другу. Никак не удавалось им перевести мяч на более свободный правый фланг. Ну, свободный удар. Анопка у мяча подошел. Еще Илья Дяхов. Никифоров. Вот это очень хорошо. Я вот с первых минут обращаю ваше внимание, что Спартак старается играть сегодня флангами. Смотрите, как располагаются защитники и полузащитники. Все время у Бровок стоят футболисты в белой форме. Они не стоят. Они двигаются. Они играют. Стараются играть. Чтобы растянуть оборону. Чтобы затруднить действия центральных защитников офсайта. Офсайта. Все столько же было. Ну, и чтобы через центр у Спартака очень сильная линия полузащиты. Чтобы могли полузащитники врываться. Чтобы Родионову Сергею Володю Бесчастых было легче играть. Вот это стремление с первых минут играть широко. Это уже, говоришь, что Спартак серьезно подготовился к этому матчу. Как получится игра? Посмотрим. Что получится? Как будут проходить события? Аут. Футболисты Монако будут. Ну, что сказать о Монако? Я говорю, что команда хорошо играет в Лиге чемпионов. Монако обыграл Галатасарай на выезде. Мало кто это ожидал. Ведь до этого в Стамбуле играла Барселона и не выиграла 0-0. Играл еще раньше, когда еще не было Лиги чемпионов, а просто были предварительные матчи. Кубка чемпионов там и Манчестер не выиграл. А вот Монако удивил, ту руку удивил специалистов, сыграв очень остро в атаке. Победили 2-0. Спартак идет вперед. Родионов пас направо. Карпин на правом фланге. Ах, как неудачно сыграл Карпин. Он очень сблизился с соперником. И тут в падении ногами вперед отобрал мяч Джаркаев. Еще дальше положение вне игры. Клинсман вне игры. Безусловно, можно было не бить и не нервировать зрителей. Ну что там, не слышал. И так много зрителей, хотя они очень... Вы знаете, зрителей прибавилось. Я думаю, что уже где-то около 30 тысяч. Это не как на стадионе Ноукам. Там в последние 5 минут 1050-40 прибавилось. Но, тем не менее, зрителей больше. И, может быть, кто-то еще и на подходе. В общем, трибуны, слышите, живут футболом. Переживают, поддерживают Спартак. Штрафный удар. Пока примерно равная борьба. Может быть, небольшое преимущество у Спартака. Итак, Клинсман бежит влево. Джаркаев вправо. Вот сейчас Клинсман и Джаркаев играют впереди. Джаркаев полузащитник, но он играет побольше впереди. Мяч отобран. И опять тот же прием. Прыжок ногами. Но вот без нарушений все это делается. Длинная и очень опасная передача штрафной площадки. Клинсман. Хотел обыграть. Аноук не получилось. Но все закончилось тем, что Гинтера Сталчи будет водить мяч ударом. От ворот. С угла площади ворот. 0-0 по-прежнему в матче. Спартак-Монако. Снежок пошел. Ведь небольшой снежок. В Москве это весенняя и зимняя погода. Еще долго будет. Наверное, может быть до мая. И для того, чтобы наши сильнейшие команды постоянно и успешно играли в Лиге чемпионов, для того, чтобы матчи, чемпионат России начинались рано и проходили в очень хороших условиях, нужно обязать команды строить поля, наши клубы с электрическим подогревом и строить вот такие временные, не знаю, крыши, что ли, чтобы зрителям было удобно. Тогда все будет как у других, как у других странах, тогда будет футбол в нормальных условиях проходить и весной ранней и осенью поздней. Это Игняхов, Игорь. Дина, девятый номер, Лоран, Ио. Второй номер, Патрик Блондо. В составе Монако есть игроки, которые раньше выступали за сборную, есть какие-то, которые сейчас выступают за сборную, ну, по ходу игры будут какие-то комментарии делать. Ведь и высокая передача, мяч подкручивается из трудного положения. Удар поворотов очень опасной ситуации у ворот Спартака Гинтера Стаучи отбивает мяч, и Спартак тоже начинает атаку. Родионов пока поворачился в одну дорогую сторону, мяч идет, а брали Шифа. Джаркаев. Анопко пропустил мяч Мамедову. Да, не будет отсиживаться в обороне сегодня Монако, не будет бороться за очко любой ценой. Если уж и будет ничья, то я думаю, что она будет достигнута вследствие равенства борьбы, вследствие равенства наступлений, наступательных действий к игроку. Монако любит и умеет атаковать. Цимбаларь. Комбинация стенка не удалась, но был штрафной. Тюрам там ударил по ногам Родионова. А мы пока смотрим с вами повтор этой первой по-настоящему очень острой атаки в сегодняшнем матче. Тарновский. Играют плотно в защите футболисты Монако, играют жестко. Хорошие атлеты в обороне у команды. Но вообще оборона не самая сильная, в обороне не самые сильные игроки у Монако. Спартак начинает атаку на правом фланге. Карпин. Бесчастых. Три соперника рядом и мяч отобран. Джаркаев отошел назад, пас вперед. Клинцману мяч не попал. Вновь Спартаковцы с мячом. Никифоров. Длинный пас. Положение вне игры нет. Можно выходить и забивать. Гол. Удар. Родионов немножко промедлил. Мне показалось вначале, что было положение вне игры. Наверное, это же показалось и самому Родионову, который находился ближе всех к воротам. И он немножко промедлил. Вот Родионов-то, кстати, вот здесь был слева, там кто-то из партнеров был рядом с ним. И вот Спартаковцы немножко замешкались и мяч был упущен. По-моему, рядом был там Лидях. 0-0 в матче Спартак-Монако. Аут. Блондо. Родионов. Цимбаларь. Цимбаларь получал мяч и смотрел, куда же ему переправить. Но, поскольку он стоял рядом с Буровкой, чуть-чуть упустил мяч, чем оказался за пределами поля. Никифоров. Никифоров. Тюра. Никифоров. Тюра. Я сейчас обращаю внимание, что футболисты Монако прессендуют на чужом поле, и поэтому у Спартака нет возможности сделать точную передачу. Нет возможности увидеть партера, которые находятся в лучшей позиции. Это не очень удачный пас, таким парашютом к линии мяч отправлен в штрафной площадке. Защитники Монако играют точно. Пока. А вот уже ошибка. Пятницкий. Отличная передача налево. Ледяков в штрафной площадке. У линии штрафной. Вышел. Взял отличную передачу. Нужно бить на ворота. Удар. Ну как же так. Бил Карпин. Мяч попал в ногу Клода Пюэля. Тот сейчас защитил ворота. И эта комбинация была превосходной. Жалко, мяч не достиг ворот. Угловый удар. Угловый удар. Защитники выбили мяч. И сразу контратака. Джаркаев. А Клинсман все время впереди. Клинсман выдвинут вперед. А ему помогают поочередно. То Шифа, то Джаркаев. Чаще это Джаркаев, это Тюрам. Еще одна навесная передача. Уже который раз полузащитники и защитники Монако забрасывают мяч на рывок Клинсману. За спину нашим защитникам. И Клинсман готов к этим рывкам. Он все время в движении. Вот будет возможность. Посмотрите, как хорошо Клинсман играет без мяча. Даже когда у него нет мяча. И когда вроде бы мяча ждать нет. Нет возможности сделать передачу. Он все время двигается. Он все время держит в напряжении защитников Спартака. Спартаковцы. Сучавановка. Неточный пас. Сразу атака наоборот Спартака. Блондо сейчас сделал рывок метров на 50. Ворвался в штрафную площадку, но без мяча. Вот чувствуется, что футболисты Монако очень хорошо изучили манеру игры Спартаковцев. Вот эти комбинации после стенка, треугольник, квадрат, 3-4 передачи не очень хорошо получаются. Потому что все время футболисты в синей форме перекрывают не только футболисты, у которых мяч, но и тех игроков, которые свободны в данный момент. Блондо. Тюрам. Клинцман. У Клинцмана высочайшая скорость, хорошо видит поле, отличный удар. Ну и мы помним, как хорошо он играл на чемпионате мира в Италии. Ну и финального матча против аргентинцев. Безусловно, и сейчас это один из сильнейших игроков сборной команды Германии. Это Валерий Кард. Блондо. И опять передача в направлении Клинцмана. Неудачная передача. Мяч покинул поле, но все время мяч адресуется стоящему далеко впереди. Иногда он находится в 15-20 метрах от своих партнеров. Тем не менее, на Клинцмана надеется, что он может и один обыграть. Ну, может быть, и двух, и трех спартаковцев. Пока у него это не получается, но игра только еще началась. Никифоров. Родионов отошел сейчас назад, а впереди вместе с бесчастливым находится Ледяхов. Пятницкий пока он не очень заметен. Вот, что такое прессинг, что такое активная игра. На чужой половине поля спартаковцы вынуждены отходить назад. И передачи делают назад, а вперед делается пас из трудного положения. И не всегда мяч летит точно партнеру. Клинцман. Ну, и он ошибся пятницкий. Вот хотелось бы, чтобы спартаковцы побыстрее переводили мяч на противоположную половину поля. Отправляли мяч на фланги. Борьба идет жесткая, жесткая. Просто мяч в футболисте Монако принимать. Вот так спокойно принять мяч, развернуться. Спартаковцы не дают. Все время кто-то рядом, все время кто-то ведет борьбу. Не обозначает, а именно ведет борьбу. Блондо. Под Блондой Тюрам очень часто тут активно действует штраф на правом фланге. И доходит иногда до штрафта. Вот, пожалуйста, Тюрам, видите? Пятницкий. Родион. Убежал, убежал от соперника. Приближается к штрафной площадке. Длинная и очень хорошая передача. Ах, нет, не успел. Бесчастный. Шифа. Мамедов. Рядом никого нет. Партнеров. Шифа. Вот отскочил назад Клинсман. Цимбаларь. Пятницкий. Карпин. Валерий. Прекрасно ассистирует. И сейчас сделал великолепную передачу. В последнем матче с текстильщиком после его передачи было забито три мяча. И сегодня уже Валерий сделал породчий хороший. Смотрите, какой красавец спас. И бесчастных мог ударить. Чуть-чуть промедлил. И уже тут нога была рядом соперника. А если бы сразу ударил, может быть, это было и опасно. Цимбаларь рукой его оттолкнул. Рукой его оттолкнул Блондо. Напомню. Главный обидор. Иера Чикорини. Среди на линии Донатто Николетти. И Иеранжело Манжерини. Далее. Итак, мы продолжаем прямую трансляцию из студии спортивных программ. Продолжаем прямую трансляцию с Москвы, с Лужниковского стадиона. В очень интересном, увлекательном матче. Согласитесь, вот эти первые минут уже 20 сыграли команды. Проходит очень интересно. Команды показывают высокий класс. Идет единоборство примерно равных по силам команд. Анопка. Сразу пас налево. Шрифо. Кто раньше? Цимбаларь успел опередить соперника. И пас направо. Карпин, но все время на чужой половине поля. Соперники команды Монако показывают хорошую физическую подготовку. Но пока посмотрите вот этот эпизод, связанный с борьбой двух игроков. Когда Блондо тут цимбаларь толкнул рукой. Бесчастных в окружении нескольких соперников смещается. Центр может быть. Володя, удар должен быть. Нет, ударить трудно. Еще дальше передача. Удар. Высший ворот. Игорь Ледяхов. И еще одна красивая, очень хорошая комбинация. Это Карпина показывает. Вы посмотрите, как трудно было безчастных. Тембене сумел он протолкнуть мяч Родионову. А тот еще дальше налево. Вот Ледяхов бил из-под ноги. Защитник из трудного положения. Но до ворот было метров 7-8. Жан Люкатари. Вводим ночь в игру. 0-0 по-прежнему. Безчастных положений в игру. Без спорта. Заиграл сын Родионов. Да и защитники хорошо сыграли Монат. Они не побежали в момент передачи. Остались на месте. Искусственный офсайд. Как много игроков тут возле мяча. И сейчас бы раздрить обстановку. Вот да, туда посвободнее где. В центре обороны у Монако 5 номер Франц Дюма. И 11 номер Жиль Гриманди. И опять Родионов сыграл очень хорошо. И вдоль бровки устремляется к штрафной площадке. Небольшая пауза. Длинная передача на противоположный фланг. Безчастных не успел. Не успел. И Эммануэль Петти тут хорошо прикрывая мяч корпусом. И не дал нашему спортсмену владеть мячом. Удар от ворота. Преимущество Спартака. Последние минут 10 очевидно. Спартак атакует. Разнообразно. Используя фланги. Арсен Венгер. Один из лучших сейчас тренеров в мире. Бесспорно. Его любят. Уважают специалисты. И его сейчас уже имеет приглашение. В несколько различных клубов. Не только Франции. Других стран. Испании. И Германии. Клинсман. Анопка. Мне показалось, что Клинсман рукой оттолкнул Анопку. Ну что тут говорить. Атака-то продолжается. Иска нет. Ох, какая опасная ситуация. Шифа делает передачу. Очень острую передачу. И удар по воротам. Тернавский не заметил, что из-за спины выскочил соперник. И нанес удар. Пока у нас на сегодня пауза. Кто-то из футболистов Монако лежит на поле. А мы смотрим повтор этой довольно-таки острой атаки. Хорошей комбинации. И гостей Спартака. Юрий Джаркаев лежит, да? Ну атака была быстротечной. Как-то мяч перевели. И я вот не особенно заметил, что там произошло. Перевели на флан. Ну а мы с вами смотрим, что же там происходит. Нет, вот повтор смотрим. Лоран Вьёбил. Такая типичная ошибка игроков обороны. Смотрят на мяч и не смотрят, где же соперник. А он выпрыгнул из-за спины. Из-за спины. И Тернавский практически не мешал ему ударить по воротам. Все в порядке. В полном составе Монако. Все живы, здоровы. Насколько здоровы, я не знаю, но играют все. И еще одна возможность. У Спартака бьет головой. Метров с 13, с 14. И бил головой не очень сильно Родионом. Вновь Родионов. Сделал передачу. Иструдно тоже Ледяков. Налево. Цимбаларь. Пятницкий. Ледяков Пятницкий. Еще набережь Бесчастых. Обыгрывает двух соперников. 16 метров до ворот штрафной площадки Пятницкий. Вот был свободен. Бесчастых сделал передачу партнеру Цимбаларь. Стараются оттеснить его в угол поля. Цимбаларь отходит назад. И вновь возвращается туда же. Передачу сделать непросто. Два соперника рядом было. Мяч попал в ногу или в грудь в ее. Цимбаларь. Сейчас один Ледяков, как говорится, предлагал себя. Такое футбольное чистое выражение. А все остальные спартаковцы ничего не предлагали. Стояли, смотрели. Как же, куда же бросить мяч Цимбаларь. Мамедов. Ановка. Ах, как хотелось Ановка вывести пасом вперед Мамедова. Не получилось. Еще дальше. Еще дальше Родиона. Нет, не попал к Родиону мяч. Дюма оказался с отряда. Вовремя. Тюрам. Вновь Тюрам. И вновь длинный пас вперед. Шифа. Монако в атаке Клинсман. Цимбаларь направо. С риском, как говорится, для жизни. Команда сделал передачу. Хорошо, значит, проскочил между ног соперник. Атака в ногу. И все. Атака Норд-Спартака. А вот зрители наши, посмотрите, как все хорошо утеплились. Хорошо сидят на трибунах. А до удовольствия на воздухе, весеннюю погоду посидеть в хорошей компании с друзьями, с товарищами. Посмотреть хороший футбол. Это и заряд бодрости, и отдых. Монако атакует. Шифа делает передачу. О, какая ситуация. Ой-ой-ой-ой. Опять защитники упустили. Упустили Джаркаева. Стал Чипаймал мяч и после этого уже Спартак начинает комбинацию. Мяч почему-то вверх взлетел. Никифор. Анофник. Цимбаларь. Карта. Вновь Цимбаларь. Отличная передача! В головой не удали ударить. Жаль. Очень острая передача. Еще один пас. Ну, можно бить, можно бить. Как хорошо обороняется Монако. Но атака Спартака продолжается. Еще один раз ударить бы. Стеной стоят на подступах площади ворот. Но Спартак атакует. И борьба. Борьба жесткая. На один мяч порой бросаются по три, по четыре футболиста контратака Монако. Блондо. Джаркаев. И перевод свободному Клинсману. Клинсман грудью пытался пробросить. Дальше мимо. Никифору не получилось. Бесчастных слева показывает, что один свободен он. Так, опять-таки, размышлял, пока смотрел, где там свободный. Бесчастных, тут, видимо, крикнул. Мяч отобом. Клинсман. Клинсман не расставит свечу. Вот теперь у него мяч отобрали. Ну, партюр рядом. Цимбаларь на месте правого защитника. Анопка. 0-0 по-прежнему в матче Спартак-Монако. 32, по-моему, они собрали камеру. Трудно сказать точно, потому что секундомер в Лужниковском стиле не работает, ну, как обычно в международных матчах. Я тут не включил пока в момент удара. В момент первого удара. Аут. Карпин поблуждал в центре на левом фланге и теперь вернулся на свой правый фланг. Мамедов. Анопка. Анопка. Карпин. Анопка. Карпин опять. И пас. Штрафную площадку. Турам. Выбил мяч и сделал совсем неплохо. Точно. Джаркаев долго ждал мяча, и у него Спартак в цель. Отобрали мяч и не потеряли его. Значит, не вышив за пределы поля. Спартак будет водить мяч из-за боковой линии. 0-0 по-прежнему. В остром, увлекательном поединке матча Лиги Чемпионов. Цимбаларь. Все-таки сделал передачу Цимбаларь. Как не дают соперники. Хорошо ударить поворотом головой спартаковца. Анопка. Еще один пас штрафную. Бесчастных. Тюрам. Терновский. Играть можно. Еще можно направо. Дальше направо. Свободен. Свободен Карпин. Руками там машет. Наверное, не очень хорошо слышит, когда он подскажет. Он руками показывает, что он свободен. Вот сейчас там. Свободен, да. Это пятницкий. Джаркай. Клинсман. Пяти. Ледяков. Пятницкий. Карпин. Не успеет, придем. Дюма переделывал. Спартаковцы редко сейчас переводят мяч из фланга на флаг, но, может быть, не рискуют. Потому что, чтобы перевести мяч, мало видеть, что партнер свободен. Надо еще обладать таким ударом, сильным, точным. Ну, как вот у Кумана. Уходите, пасыка великолепна. Он может настолько угодно мяч кинуть. Очень точно. Поэтому, спартакси не рискуют, боясь, а вдруг мяч перехватит. И вот таких длинных, диагональных, неожиданных передач почти не видел. С фланга на фланг. Пяти. Моумедов. Карпин. Пятницкий. Аут. Мяч из-за боковой будет вводить футболисты Кумана. Вот здесь корпусишка. Извините. Какой-то футболист. Корпус бы поставить пожестче. Тогда бы соперник не смог падение отобрать мяч. Володя Бесчастых. Пас в травмную площадку. Игорь Ледяков отлично выигрывает. Нет, не обыграл Тюрамов все-таки. Тюрамов был готов к тому, что Ледяков будет перебрасывать через него мяч. Он не стоял на месте, а тут же побежал назад. Ну, я имею в виду Тюрамов. Ну, давайте еще раз посмотрим в эту комбинацию. Посмотрите. Вот он тут же стартовал. Сразу побежал, перекрывая путь нашему подозащитнику. Пас. Мяши Пистаневский. Вьё. Обжаркая была. Подарок сопернику. Вот Вьё. Ну, мяч уходит за пределы поля. Да, можно разыграть мяч со свободным партнером. Ановка. О, там пасик-то какой хороший. Тернацкий. Тюрамов. Ледяхов. Карпин. Писчасток пытается освободиться от опекунов и напрасно себя списнуть. Конечно, рутинга была бесспорна. Просто атака могла продолжаться. И сейчас-то побежал с мячом. Ну, тут не всегда тут разобраться в этой ситуации. Давайте, если только очевидным было нарушение. Арбитр сразу среагирует. Родион. Сегодня прекрасным осуществляют футболисты Монако. Но в первом тайе, по крайней мере, этот коллективный отбор. По два, по три иногда футболисты атакуют одного игрока Спартаку, владеющего мячом. Ну, тут гол. Я не знаю, почему показывает арбитр. Свобода штрафный удар. Вот рукой, по-моему. Рукой, ну, не умышлено, но стукнул. Смотри, нет, а тут еще там рукой было. А вот здесь и ногой, и еще и локтем. Досталось Илье. Цимбаларь, все уже продолжает. Бесчастных. Вот смотрите, как. Двоем бросаются на мяча. Положение вне игры нет. Юрген Клинсман выходит. Один на один с Гинтеренсом Сталча. Обводит его на угол. Очень острый. И перекладина. Давайте вдохнем с облегчением. Да. Было ли положение вне игры? Если будет повтор, мы, может быть, определим. Но это мы смотрим концовку. Это атаки. Из трудного положения уже бил Клинсман. Ну вот, недавно мы с вами, наверное, видели в разных программах. И в нашей передаче «Голы» и других программах показывали фрагменты матча сборных Германии и Италии. Вот в таком положении забил Клинсман. Примерно в таком же месте забил с острого угла мяча рота сборных Италии Клинсман. Сейчас там перекладина. У Спартака такую арбитру загородили, по-моему, игроки. То, что происходило там у края, в правной площадке, не казалось, что было нарушение. Еще одно. Еще одно столкновение в центре поля. До 30-й город идет Клинсман. Ну и везде говорит, что он играет постановый год за «Монако». Уйдет другой клуб, пока точно называют, в какую команду Клинсман уйдет. Но играет он в «Монако» прекрасно. В прошлом году он забил 19 мячей, проведя 35 игр в составе своих клубов. Еще раз игра остановлена. Около 40 минут сыграли команды в первом тайме. По-прежнему 0-0. В эти последние минуты игра рассыпалась на какие-то кусочки, вызванные вот этими столкновениями, выполнением штрафных, свободных пяти. Клинсман все-таки убежал. Видите, сколько раз делали с передачи ему. Вперед, вперед, вроде неточный. Он убежал и один на один выходил. Стаучи вышел из ворот. Заставил Клинсмана сместиться в сторону. С острой угла и бить по воротам. Ну вот, немножко Спартаку повезло. Мяч упал в перекладину. А теперь Спартак никак не может пробиться к штрафной площадке. Соперник очень грамотно сегодня обороняется. Большими силами. Хорошая страховка. Умение концентрировать целую группу игроков в том месте, где находится мяч. Это, говорит, это не так-то просто. Это когда мы вот видим, когда несколько игроков говорим, вот как хорошо. А это нужно быть очень хорошо физически подготовленным всем игрокам. Чтобы смещаться. Все время смещаться туда, где самая опасная ситуация. Там, где мяч находится. Джаркаев. Греманди. Центральный защитник пошел вперед. И пас в направлении Клинсмана. Ошибка при передаче. Шифа. Крогосборные Бельгии. Футболист, которого мы видели в разных клубах. В французских клубах. И вот перед тем, как играл Монако был в Торино. Клинсмана бьет. Опасный удар. Ловит мяч. Гинтера Стаучи. В конце первого тайма активнее стали действовать впереди. Футболисты Монако и уже Спартак вынужден больше обороняться. Подножка. Никифоров. Тюрам. Тюрам. Нарушил правил. Толкал руками Родионова. Тюрам все время играет с тем, кто персонально. Греманди персонально. А Дюма все время свободен. Он страхует партнеров. И очень прилично играет. Ледяков. Анок подошел. Вот с этой позиции Куман регулярно забивает. Но Куман уникален. Нет в мире такого игрока сейчас. Вот так. Прекрасно выполнял штрафный Спартак. Хорошей позиции был. Бесчастых. Мяч подпрыгнул. И в этой ситуации, когда мяч подпрыгнул, чтобы точно поймать мяч и чтобы он летел невысоко, нужно наклонить корпус. Вот сейчас посмотрите. Не очень Володю смело это сделать. Не очень удалось. Вот наклонить корпус. Чуть-чуть еще дальше. И накрывать мяч немножко сверху, по центру мяча. Чтобы он не снизу, когда человек не согнулся, он пропадает по мячу снизу. Мяч летит выше. Он вообще технически хорошо исполнял. Чуть-чуть вот еще больше наклониться надо. Наркаев. Мяч одобрен, чисто. Ановка. Ледяков направо, направо. Карпин успеет ли к мячу? Ледяков сделал. Не очень точный пас. Не очень удобный. Вернее, удобный для перехвата. Защитник. Монако в атаке. В Лондо. И Клинсман ищет. Клинсман один там был. Остальные Спартаку и так просто было бы получить мяч. Бесчастно. Родионов. Пятинский и опять неточный. Пятинский. Врасплох застал не столько соперников, сколько Симбалари. Друг не ожидал, что будет паста. Смотрел Пятинский в другую сторону и вдруг неожиданно вывернул мяч налево. Симбалари. Клинсман. Виа. Родионов. Играть показывает арбитр. Свиска не будет. Карга вне Кипра. Вдвоем тут могут садя обыграться. Защитник. Ну, тут Кипра ждал, ждал и подошел к Линсман уже. Передачу делать было точно и трудно. Положение вне игры было, на мой взгляд, очевидным. Судья не пререагировал на линии. В момент передачи точно видел, что... Кто там? Пассив, по-моему, был. Саспинами. Защитников Спартака. Родионов Анопко. Ну, вот и все о первом тайме. 45 минут пролетели очень быстро. Играть была интересной, острой, увлекательной. Тем не менее, 0-0 через 5 минут и продолжим нашу прямую трансляцию из Дружняков. Студия спортивных программ продолжает прямую трансляцию из Москвы, с Дружняковского стадиона о матче Лиги Чемпионов Спартак-Монако. Через несколько секунд начнется второй тайм. Ворота Спартака слева. Кости расположились на правой половине поля. В голубой форме Монако, в белый Спартак. Несколько слов о первом тайме. Как проходило живо, интересно. Как играли команды? Несколько слов. Монако играл по системе 1-5-4-1. Команда очень хорошо подготовлена физически. Прессинговали много футболисты Монако и боролись на чужое половине поля, лишая возможности Спартаку сделать точные передачи, делать острые ходы вперед. И у Монако это неплохо получалось. Отдельные комбинации удавались и Спартаку, когда Спартак использовал фланги. В общем, обе команды понравились мне. По крайней мере, я уверен, что и вам. Старались много атаковать. И были острые моменты. И вратари играли хорошо. Ну, в общем, 45 минут прошли интересно. Составы команд повторяю. Итак, Лик Монако. Вратарь, капитан команды Жан-Лук, Виталий, номер 1. 5 защитников в первом тайме было в городе. Постоянно 5 футболистов. Справа действовал по 3. Блондо, номер 2. Эммануэль 5, по номер 3, на левом фланге. 3 центральных защитника. 4 номер, Лилиан Тюрам. Он больше располагался в центре и справа. 11 номер. Жиль Гримандио, он в центре и слева. И тот, и другой. Эти два центральных защитника очень хорошо строковали фланги. И вот один справа, другой слева. И свободный центральный защитник Франк Дюма. 4 полузащитника хороших, очень интересных полузащитника в составе. Монако Клод. Пюэль, номер 6. Лоран Виа, номер 9. Энсо Шифа, 10 номер. И Юрий Джаркаев, номер 8. И впереди очень активно действовал Юрген Клинсман. И смещался на фланге, и за спину защитником убегал. В общем, тактический рисунок был ясен. У Монако. Спартак. Гинтера Сталча вратак, номер 1. Ромис Мамедов, номер 2, играет справа. Владислав Тарнавский, с левого обороны, номер 3. Центральные защитники Юрий Никифоров, номер 6. И капитан команды Виктор Анопко, номер 7. Спартаковские полузащитники. Илья Цимбалари, номер 4. Валерий Карпин, номер 8. Андрей Пятницкий, номер 9. Игорь Ледяков, номер 10. Спартака 2 нападающих. Сергей Родионов, номер 5. И Владимир Бесчастных, номер 11. Главный тренер Спартака Алиак Романцева. Сейчас мы показывали Арсена Венгера, главного тренера Монако. Спартак действовал по системе 1-4-4-2. Как будут развиваться события во втором тайме? Посмотрим. Ну, смотрите, сейчас Монако атакует. И угловой удар. Ну и хочу для телезрителей, первого станки своего канала, сказать, что в связи с такой интересной игрой мы имеем возможность показывать вам прямую матч, прямая трансляция. Ну, а новости, которые привыкли, которые идут сюда в 21 час, вы увидите в 22 часа. Так что не волнуйтесь, все новости вы увидите и услышите. Так, угловой удар. Смотрим. Монако выполняет угловой удар слева, справа. И выполняет это защитник МНО-5. Тюрам побежал, другие защитники побежали вперед. Спартакцы выбили мяч за боковую линию. Олег Романц перед вами. Александр Тарханов, второй тренер. А сзади вот там группа запасных игроков команды Монако. Около 30 тысяч зрителей от трибунах. Это тихая погода, 2-3 градуса тепла в Москве. Такой небольшой снежок. Ну, может быть, сейчас уже где-то и нулевая температура. Вечер немножко прохладнее становится. Судейская бригада из Италии. Пьер Пьеро Чикорини, главный судья. Донатто Николетти и Пьер Анджело Манжерини, судьи на линии. Этого не смотрят. Что еще сказать про игру в «Спартаках» в первом тайме? Спартакцы иногда долго слишком размышляли. Ну, чисто по футбольному. Может быть, это и незаметно, как говорится, невооруженным глазом. Иногда тратили секунду-другую на размышления. Кому отдать мяч? Это и, как говорится, заслуга «Павлички» Манаку. Потому что все время кто-то рядом на ногах сидел. Стоял в ногах и атаковал. И вот опять длинный пас вперед. Джаркаев. Иногда Джаркаев впереди вместе с Клинсом, иногда Шифа. Второе. Спартакские крайние защитники почти не подключались. Сегодня не так заметен Владислав Тернавский. Ну, на мой взгляд, он хорошо играет, видимо, персонально. В рот против Ромари он играл хорошо. А когда нужно несколько разнообразий играть, играть не только по игроку, как говорится, а действовать и в зоне, и страховать, здесь немножко он пока теряется. Ну и, мягче, мимо ворот, задел ногу «Спартака» в сугловой. Поэтому Тернавский сегодня не очень заметен. И хотелось бы, чтобы он чаще подключался к атакам, чтобы помощь была и от крайних защитников. Вот помощь защитников Монако была заметна. Особенно активен был правозащитник Патрик Лондо. Он выходил вперед нередко. Итак, еще один угол ворота «Спартака». Высокая передача. Поймал ночь. Стаучи Карпину бросил. А тут вдруг сопернику. Дюма. Цимбаларь. Дальше. Ах, как не удалось. Жарко. Лондо перехватил мяч. И сразу Монако идет вперед. Монако очень активно начал вторую половину игры. Пошли вперед четвером, пятером. И вот сейчас такая образовалась такая устота, пустота, свободное пространство в центре. Защитники Монако были на своей половине поля, а группа атаки задержалась у линии штрафной площадки «Спартака». К сожалению, москвичи не воспользовались этим и не смогли быстро перевести мяч к чужим воротам. Жаркоев. И нужно отбить мяч. Пятницкий. Родионов. Страх на удар. Замен пока не было в командах. Игра проходит достаточно корректно, хотя и жестко, и предупреждений не было. Цимбаларь. Бесчастая. Гримандио атакует. Вынуждает нашего нападающего отходить назад и в результате мяч отобран. Жаркоев. Анопка. Пятницкий. Анопка. Пятницкий. Вот когда «Спартака» использует фланги, использует включение полузащиты, когда «Родионов» хорошо играет на левом фланге, «Карпин» на правом, острота получается. После этих фланговых проходов было несколько очень хороших передач. И удары по воротам были. Как только «Спартака» начинает медленную игру и пытается вот при помощи комбинации «Стенка» ворваться в штатную площадку. Здесь у них затруднения возникают, потому что пять защитников обороняются на напку. Еще одна попытка пробиться по флангу. Отличная передача. Можно бить поворотом. Еще один пас. И очень неудачный, очень тихий пас. Дело Родиона. Как-то очень мягко, пожестче, посильнее бы. Отлично. Ледях здесь хуже. Приходится бороться. Ледях вот подтолкнули к спину. Страхный удар. И быстрее направо. Вот «Карпин» один стоит справа. И правильно делает, что не идет в центр. Вот его жалко, что не видит. В который раз «Карпин» один. «Карпин» тот самый игрок, через который, на мой взгляд, нужно играть, потому что от «Карпина» можно получить очень хорошую передачу. Он может очень хорошо выложить партнерами. Но пока штрафной «Никипоров» и «Ановка» тут небольшое совещание провели. «Никипоров» бьет мимо стенки. И мяч попадает в «Перекладину». Хорошо ударил «Никипоров». Давно «Никипоров» не забивал. Я, по крайней мере, уже не помню. А у него отличный удар. «Никипоров» бьет мяч подлетает. Он тут скользнул по «Перекладине» и покинул поле. «Никипоров» бьет мяч подлетает. «Никипоров» бьет мяч подлетает. «Карпин» можно бить. Можно бить самому было. Спустить мяч в ноги и ударить. Сделал «Карпин» передачу. В резерве у «Монако» Валерий Симба. «Перец» Повре и «Вратарь» Урату. «Спартак» сейчас с большими силами переместился к штрафной площадке соперника. «Бесчастных» Гриммандио тут подталкивает и выигрывает борьбу. «Мамедов» рукой Шифа придержал. Десятая минута второго тайма по-прежнему 0-0. Все в порядке. Напрасно Джаркаев тут апеллирует. Никакого нарушения не было. «Пятинский». И забросит за защитника. Нет положения вне игры там. Тюрам задержался. Еще один пас. А сейчас Тюрам помог вратарю. И в очередной раз защитники очень хорошо бросаются под удар. Принимают мяч на себя защитники «Монако». Главой удар. Игорь Ледяхов выполняет удар. Садлополя. Мяч выбит «Аут». Водопаута. Карпин. Технический брак. Тюреж. Пяти. Длинный пас. Головы очень неплохо играют защитники. Ледяхов упал. Мяч отскочил Карпин. Пятый. 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 Где два мяча не перехватил. Собственно, он и ударил Лоран в ее мяч. Но хотел он себе пробросить мяч. Но тут в борьбе не получилось такого мягкого проброса вперед. Ановка. Пятница. Пятый. 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 Питый. Пюэль Хорошо у вас будет действовать Футболисты Монако И пошли вперед Футболисты в голубой форме Цимбаларь Родионов Пюэль бросается на ноги Обыгрывает у Родионов Идет дальше Блондо рядом с ним И мяч выкатывается за линию Робидор показывает Вводить будут гости И просит делать побыстрее Джаркаев Никифор Еще раз уважаемые Поклонники футбола И не только поклонники футбола Хотя я думаю Сейчас все с интересом Смотрят этот матч Хочу вам напомнить Что вы не волновались В 22 часа Начнутся Обычные останковские новости О всех событиях Прошли сегодня В нашей стране И за рубежом В 22 часа сегодня Любезно Экция программ Пошла вам Нам навстречу Время В новости Перенесим В 20 часов Из-за того Что у нас Прямая трансляция Матча Лиги Чемпионов 0-0 Пока Вновь Неточный пас Пяти Клинсман Тут был Какое-то время С плечом пас Иногда все-таки Хотелось Что спартаковцы Забрасывали мяч Так как делают Соперники За спину Ну там один Клинсман А у нас все-таки Двое впереди И могут они убежать Бесчастность Не дают развернуться Не дают набрать скорость Клинсман Пятницкий пытается Догнать Клинсман Поворачивается к ним Спиной Делает хорошую передачу На право удар С хода бил Джаркаев Не точно Никифоров Анопко Мамедов Гриманди А здесь хороший пас Павио И Анопко И быстро Пока тут разговаривают Между собой Выражая друг другу Какое-то недовольство Футболиста Монако Нужно было быстро Идти вперед Неплохо Пропустил мяч Пятницкий Но рядом не оказалось Никого из партнеров Шифа И здесь матч Потерян Пара передач Лишних было Можно было сразу Дать ночь Клин Анопко Бесчастый Тут с ногами Бивает мяч Гриманди В очередной раз Жестковато играет Против Бесчастных В раздумья Что делать Ну Можно и Партнеру по обороне Дать Никипоров А Никипоров Рискнул Пошел вперед Зона Свободна Его Оголена И сейчас Может быть Предупреждение Сейчас Может быть Желтая карточка И дай бог Она будет Желтой Да Предупреждение Получает Родионов Я смотрю Сколько было Были Предупреждения У Родионова Да Сергея Родионова Второе Предупреждение И Следующей игрой Он не будет Играть Не будет выступать Вторая карточка В этом турнире Страхный удар Следующий матч С Голдосараем Родионов Не будет играть Теперь хорошо сыграл И опять Падение И сейчас Два футболиста Столкнулись Мамедов Нет Не Мамедов Сейчас посмотрим Кто-то Столкнулись Так Что видите Кровь Разбили В голову Мне больше Валют Кто там Изнашки Не заметил Лежит Так что Сейчас Может быть Будут Замены Да Вот уже Николай Писарев Появился Валют Валют Николай Писарев Вместо Сергея Родионов 15 номер Писарев Валют 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 И вот уже до этого, уже видите, где-то там вдали от главных событий столкновение произошло. Ну, взамену мы видим. Писарев вместо Родионова. Будет ли замена в Монако? Сейчас посмотрим. Пока оба футболиста, которые столкнулись, получают помощь от врачей. Ну и правильно. Клинс, смотрите, как красиво поступил. Отдал мяч Спартаку. Зрители встретили аплодисментами. А Гриманди по-прежнему за пределами поля. Ему оказывают помощь. Так что пока Монако десятером. Писарев сразу включился в борьбу. Сделал передачу в штрафную площадку. Эторий выходит и опережает бесчастно. Ох, это надо же. Чисто игровой эпизод. Бывает так. Футболисты порой смотрят мяч, который не у них, а где-то у партнёров. Не замечают соперника рядом. Вот это такое столкновение кратко произошло. Смотрели они оба в стороны и столкнулись неожиданно. Пятнинский. Бесчастый. Цимбалай. Побольше нагрузить надо Колю Писареву. В общем-то, со свежими силами. А Анопка с перевязанной головой идёт вперёд. В мафе Анопка. Перевязанный. В полном смысле всё-таки вот заклеен пластырем. Верни вы. Длинная и не очень точная передача. Ну и вот Хриманди вернулся. Тоже тут весь заклеенный, перевязанный. Никифоров. Пятнинский. Бесчастых. Отличный пас. Ледяков можно бить. Можно и налево, но лучше самому было. Писарев обыгрывает соперника. Падает. Его сбивают. Мне казалось, что зацепили Писарева за ногу. Ну, дайте иногда. Ступаешь как болельщик. Тогда вот желаемый за действительное. Выдаёшь. Ну, лучше было бы, если бы Игорь Ледяхов сам под работой ударил. Никто ему не мешал. Отдал влево. Не в такой худшей позиции находился, на мой взгляд, Писарев, чем Ледяхов. Анопка. Гриманди. Ледяхов и три соперника. Шрифа. Тарнавский. Цимбаларь. Пятницкий. Цимбаларь. Пятницкий. Писарев отлично остановил ночь. Пас направо. И опять Клинсман. Между двух центральных защитников Спартака. Джеркаев прекрасно остановил ночь. Другой сыграл. Тарнавский. И желтый карточек. Второе предупреждение Спартака. За игру рукой. За умышленную игру рукой. Штрафный удар. Арбитр Чикарени показывает. Нужно в Спартаковце подойти подальше. Но в общем, Спартаковце тут не возражают с тем, кого они не выстраивают. Но довольно-таки далеко до вороту. Прямым ударом в ряд ли можно забить мяч. Но он летит выше ворота. Уважаемые телезрители первоостанкинского канала. Еще раз хочу вас успокоить. Новости, которые вы привыкли видеть в 21 час. Сегодня выйдут в эфир в 22 часа. Еще раз напомню, мы осуществляем прямую трансляцию интересного футбольного матча Лиги чемпионов Спартака Монако. Поэтому сегодня новости выйдут на час позже. Потому что я еще раз повторяю. Потому что не все видели начало репортажа. Не все уж очень интересуются футболом. Ну вот для вас, уважаемые телезрители с танкинской программы. Еще раз 22 часа новости начнутся. Пьюэль. Писарев. Пьюэль нарушил правила. Потерял врач, а потом уже, кажется, любой ценой хотел преградить путь Писареву к воротам Тереновский. Тюрам убивает мяч за боковую линию. А вот Спартакуцы приближаются к штрафтой площадке. Наверное, сейчас будут замены и у Монако. Ну вот вместо игравшего под восьмым номером Джаркаева, в игру вступает... Кристофер Вре. Очень интересный игрок. Молодой игрок. Играет впереди, и в полузащите. Ему 21 год. Игрок молодежной сборной Франции. Кристофер Вре. Ворот в ворот. Он хороший, такой динамичный был. Такой эпизод, стоп-кадр. А Монако боролся с двумя соперниками. Полтайма команды уже сыграли. По-прежнему 0-0. Второго тайма. Вре делает передачу. Опять же направление Клинсмана. Мамедов. Никифоров Ановко. Мяч срезается в сторону собственных ворот. Пас головой. Можно брать руками. Капитан Монако. Этори. Арсен Венгер. Главный тренер. Клуба Монако. Бесчастных. Тюрам. Тюрам. Поднял мяч вверх. Над собой головой сыграл. Не очень точно. Но вот. И соперники ошиблись. Вновь Тюрам с мячом. Тюрам. Тюрам. Тюрамский. Никифоров. Не просто было. Замбалары сыграть. Точно. Вот. Вре на правом фланге. Хорошо сыграл. И третья точная передача. Штрафную. Если бы. Не прихватил мяч. Ановко. Прямо летел мяч Клинсмана. Еще дальше. Еще дальше. Гриманди. Тюэль. Трахно. Свободный удар показывает орбитер. Налево. Цамбаларь свободен. Шифа. Как хорошо он меняет скорость. Тормозит. Снова прибавляет. С мячом не расстается. Все-таки пятницкий. Это Браудио мяч. Шифа остался лежать. Как будто что-то махнул рукой. А Ановко идет вперед. И опять я смотрю. Левый фланг свободен. Вот бы перевести мяч. Быстро туда налево. Цамбаларь там один. Это без комментариев. И это без комментариев. Только могу вдохнуть. Часто. Шифа. Удар от ворот. Отошел назад. Цамбаларь. Ноль-ноль. Нужно ли мы не увидим ни одного забитого мяча? Эпидемия ошибок Спартака пошел за три минуты. Три неточных передачи. Просто необъяснимых. Неточных. Потому что никто не мешает. Ставчий может быть и правильно выдержал паузу. Чтобы Спартаковцы успокоились. Партаковцы успешно. Партаковцы успешно. Анастасия. И еще раз хочу сказать те же слова, что я говорю в первом тайме. Надо нам выходить на высокий международный уровень и весной и осенью играть в хороших условиях, чтобы добиваться успехов в международных труд, в международных турнирах. До этого нужно обязать все наши клубы, чтобы имели поля с подогревом. Все. Вот будет такое поставление. Не так уж дорого и стоит. Сейчас клубы хорошо финансируются спонсорами. Если будут у нас все поля с подогревом, может быть, в нормальных условиях готовиться строить. И Лужниковский стадион можно перекрыть таким легким, легкой крышей такой временной. Другие. Динамовский стадион и все другие. Только так. Никакие изменения там в календаре не помогут нашим командам, нашим футболистам проводить, как и все сильнейшие команды в Европе, проводить круглогодично матчи. Ниры, высоком уровне. Вот еще кому-то досталось. Поговорю, что такое сегодня. Лбы разбивают футболисты. Ну, еще одна замена сейчас будет в Спартаке. Тернавский. Уходит с поля, да? Не просто достаются очки, но и выходит Клестов. Дмитрий Клестов, 12-й номер. Другой крайний защитник Владислав Тернавский. Уходит с поля, выходит Клестов. Осталось играть меньше 15 минут. Командам уже минут 12. 0-0, во-первых, Клестов сразу пошел на левый фланг. А Никифоров идет по центру. Но есть такой еще неописанный закон для защитников, особенно центральный. Если ты пошел вперед и оставил свою зону, ты должен обязательно сделать точную передачу. Врэ делает... Паш, ты должен сделать точную передачу. Ну, или ударить по воротам. Чтобы успеть вернуться. Потому что тебя мяч перехватили, и не всегда партнеры могут прикрыть ту зону, которую ты оставил свободной. Угловой удар. Вот в эти последние минуты Спартак несколько смиг и инициатива... Не знаю, надолго не перешла Монат. Бесчастный. Гриманди. Тюэль. Вновь Гриманди. Клинцман. Хлестов. Хребалк сыграл хорошо. Но вот еще раз обращаю внимание. Совсем неплохо выполняют подкаты футболисты Монако. Вроде мяч проигран. Упал. Футболист Монако. И из-за спины спартаковца достал мяч. Сейчас опять борьба, борьба. И Никифоров не стал рисковать. Не стал отдавать мяч партнеру, который был слева. Не стал отправлять мяч вратарю. И... Удар от ворот. Билл, Рейс, угла, площади ворот. Смотрим еще раз. Атаку Монако. Ну... Вот такой длинный пас на дальний угол штрафной площадки. Мамедов. Ошибок больше стало в конце игры. И футболистов той, и другой команды. Но... Хотелось бы, чтобы спартаковцев было помежь. Сил мало, конечно. Чемпионат у нас только начинается. И совсем не просто. Против... После... Простеньких для спартака игры. С локомотивом, с текстильщиком. Которые явно вступают в классе на сегодняшний день. Спартаку играть с высококлассной командой. Отлично подготовлены физически, тактически, технически. Гриманди. Падение. Выбернуть за боковую линию. Карпин. Ледяха в штрафной площадке. Угловой удар. Франк Дюма. Выбил мяч. Ледяков справа выполняет. Подкручивать мяч летит. О! Какой промах. Цимбаларь бил. Промахнулся. Вновь Цимбаларь. Писарев там... Ведет в борьбу из последних сил. Потому что соперников тут больше было. Писарев проиграл мяч. И вперед идут футболисты Монакко. Пиуэль. Варе. Варе. Клинсман. И не глядя на левый фланг. А там... Видел ли он? Или просто чувствовал? Или просто это... Такая тактическая... Готовность. На фланге кто-то должен быть. Ставим мяч. Шифа. Вот чаще других... Нарушает правила атаку сзади. Особенно падает двумя ногами Гриманди. И не только после того, как ему досталось их по голове. Он и до этого нарушал правила. Карпин. В этих случаях партнеры говорят, что мяч отдан в борьбу. Чуть пожелче. Чуть не до дачи. И тут либо мяч перехватит, либо партнер получит удар по ногам. Мобедов. Дюма. Нет, это был не Дюма. Это пяти. Дюма на своем месте в центре. Что? Если ничья, то Монако уже бесспорно в полуфинале будет 7 очков. У 7 очков ни Голота Сарай, ни Спартак не наберет, если матч закончится в ничью. И тогда все решится в последнем туре в матче Монако. В Барселоне решится, кто первое место займет. Ну, команда, которая занимает первое место, проводит полуфинал. С командой, друзья, на второе место в другой группе и на своем поле проводит. Это шифт. Оказывают помощь. Карпин. Длинный пас в направлении Писарева. Тюрам. Гриманди. Аут. И побыстрее. Пока не оттянулись назад все полузащитники нападающие. Сейчас два нападающих, в общем-то, у Монако. Вре тоже старается играть впереди. Ах, заодно это было хорошо. Оно перебрасывало мяч через защитника. Вот тут толчок спины. Карпин. Два соперника можно бить. Удар. Удар. Куда-то в сторону мяч полетел. Даже за боковую линию бил Цымбаларь. Арсен Венгер. Успокаивается. Жевательной резинкой. Карпин. Шейфор. Вот Дюма в трудном положении. Не стал бить за боковой линией. И напрасно. И вот. Можно бить поворотом. Нужно было ударить. Попытаться. Какая возможность была. Никифоров. Цымбаларь. И налево. Никифоров ходит в штрафную площадку. Какое там положение вне игры, не понял я. Может быть, чуть раньше было. Но судья на линии поднял флажок. Секунд за 10. Вся шифра, наверное, покинет поле. И будет вторая замена. Кристиан Перес готовится вступить в игру. Полузащитник. Наверное, его любители спорта помнят. Он играл за сборную Франции. На чемпионате Европы. В Швеции. Энсо Шифа уходит с поля. И полный мир. Вицензо. Нет. Шифа нет. По-моему, хотели Шифа поменять у Судибова. Табличка. Но Гриманди, что тут показал, то он нуждается в помощь. Ну и тогда мне непонятно. Шифа ушел, а Гриманди оказывает, оказывают помощь. Так что, пока в десятером осталась Монакко. Но я думаю, что, видимо, кто-то пластырь просто съехал. И поэтому он обратился за помощью. Все в порядке. Гриманди вернулся. Вторая замена Монакко. Перес. Сразу вступил в борьбу. Получил мяч. Все, по две замены провели команды. Больше замен не будет. Пяти. Руками. Руками вели борьбу футболисты Монакко и штрафный удар. Если игра закончится в ничью, то у Монако будет 7 очков Спартака 3. И Спартак, как-то нам не печально, в общем, ни одной игры не выиграл. На своем поле все три ничьих. Ну, может быть, Спартак ведет в Белокусарай. В последнем туре. Не просто играть в этой лиге чемпионов. Не просто, хоть и по круговой системе, но матчи проходят и осенью, и весной. В то время, когда у нас игр почти нет. И игровой практики у нашей команды нет. И, в общем-то, получается, что каждый матч для Спартака, в данном случае, ну и для Лео, в том году, для ЦСКА, является как бы кубком. Прошел какой-то период опять. Нужно собираться и играть. Играть через две недели, не имея игровой практики. Хотя сейчас чемпионат страны вроде начался. Спартак провел несколько матчей, но и подготовлен лучше, чем другие наши команды российские. Но этого мало для того, чтобы играть на равных, на равных с сильнейшими клубными командами Европы. Нужно все это время, и в декабре, и в январе, и в феврале, и в спартаку играть вот такие матчи, на таком уровне. Тогда будет возможность бороться и побеждать и Барселону, и Монако, и Марселе, и другие сильнейшие клубы. Анопка. Серес Криманди. карпин дорожат мячом футболисты монако безусловно ошибка что бывают и сейчас конце игры много футболисты уже устали но вида стремление отдать матч партнеру не бить куда попало хорошая команда монак хорошие особенно вот тогда эта команда играет лиги чемпионов ну других матчей мы не видели хотелось фрагментом получаем из французского чемпионата но еще раз подчеркнул команда в чемпионате франции команды в лиге чемпионов как в одессе две больших разницы фактически разные команды что ли еще дальше пас налево не получился точный пас и тут же футболисты монако идут вперед перес брэ пюэль дюма никифоров маме дофановка карпин и ночь не попал борьба продолжается можно играть левый флаг свободен бесчастных налево цимбаларь еще дальше нужно володю бесчастных в бровке уйти и тогда будет легче ледяха вы его зацепили за ногу но арбитр показывает что перед этим ледяхом рукой оттолкнул рукой оттолкнул не могу утверждать как вот в этом эпизоде я снова увидел что зацепили за ногу ледяха ноль-ноль подходит концу упорный напряженный матч которым соперники были равны по силам вио смартфон будет водить мяч из-за боковой линии в районе кифоров пятницкий и опять нарушение падения опять пауза пюэль лежит но время уже на нашем секундомере стекло нашим телевизионным но были падение были остановки игры еще минуту-другой арбитр прибавил ну заранее скажу что эта трансляция была организована студии спортивных программ как обычная сегодняшняя целая бригада работал на этом матче по главе с нашими режиссерами раисе панины я нам садековым клинсман готовится бить ведет мимо стенки и мяч перри пролетает чуть выше перекладины ну и поздравим монако с тем что команда уже разница вышла полуфинал а наша трансляция окончена комметатор владимир территорий мяча пригора прощается с вами мы желаем вам всего доброго будьте здоровы до новых встреч удачи